Артур Игонин управляет гусеничным снегоболотоходом. На нем прапорщик впервые будет участвовать в Мурманском параде Победы. За рулем военной техники был не раз, но перед важным событием немного переживает. Сигнал от командующего и колонна начинает движение со скоростью 15 км в час. Главное – четко выдерживать дистанцию от впереди идущей техники – приблизительно 20 метров. Так, бок о бок с рядом движущейся машиной строй преодолевает не один круг. Колонна идет не просто по кругу. Маршрут, по которому движется техника, повторяет поворот на проспекте Ленина в Мурманске. Так у военнослужащих есть возможность отработать построение до генеральных репетиций в городе. Снегоболотоходы, тяжеловозы, бронетранспортеры – только часть всей военной мощи. Всего в парадном строю будут порядка 60 единиц техники. К слову, до 9 мая боевым машинам нужно еще придать праздничный лоск. Дальнейшее передислоцирование будет в воинской части на 2 на 9-8. Там уже техника будет окончательно готовиться к параду, то есть мыться, краситься и уже выступать на генеральных репетициях. Основные тренировки запланированы в Мурманске 3 и 5 мая, а уже 7-го – генеральная репетиция перед праздничным военным парадом.